сегодня приехали на озеро караколь смотреть птичек попробуем посмотреть их надеюсь увидим их нас тут пугали то что озеро пересохло все болото однозначно приятно пойдем исследовать его поздоровайся посмотрим люди пишут что тут можно посмотреть фламинго сей утей утей до птичек любом случае с этой стороны моря и мы не проиграем что можно будет потом пойти на море покупать мы подготовились так что день обещает быть насыщенным вообще тут так живописненько тут так интересно дороги на них бабочки на одном кусту может 115 сидеть очень много бабочек у нас в прошлом блоге кирюша у нерфы заказывал себе загадывал желание брокколи это герой там игра да дети сходят с ума по вот этим вот героям он заказывал еще на черенском каньоне он тоже заказывал когда в колокольчик бил брокколи и вот сегодня брокколи нам позвонил сказал что находится у озеро мы идем его искать в озеро сейчас по ходу он все-таки встретиться с кириллом да желание же должны исполняться написано что территория каракая каракольской государственной природной заповедь заказни вот там какой-то туда дорога идет а мы туда пойдем да вот мы уже столько прошли вон дорога ирюша хочет уже перекусить не ну посмотри ну не надо ездить вот они какие а ну вот они смотри как интересные какие-то ягодки кирюш это ягоды вот их тут куча этих ягодок ты какой-то растешься посиди с мамой я пойду разведу обстановку там хорошо я там не смотрел я запутался может быть ты распутаешься иди посмотри смотри по сторонам нету брокколи видишь вон он иди возьми папа помоги нам видишь он сколько здесь сидел ждал тебя там вдалеке лебеди плывут там вдалеке лебеди плывут тут не так жарко кстати да да с ними кирюш можно носочки снять так все у нас сегодня из меню лепешка огурчики колбаски блинчики сырочек и брокколи да а еще сникторинки кирюш кожа кушает а видели уже все твоего брокколи долгожданного он да страшный сейчас прочитала то что фламинго сюда прилетают оказывается весной где-то до конца мая уже июнь видать их нет уже мы бы их увидели наверно а утки лебеди никуда не улетели вообще-то здесь красиво никого нет особенно если еще фламинго было бы шикарно теперь к морю пойдем посмотрим что там может вода теплее вот так очень много а а и 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 так все мы вышли на пляж ну так какой-то заводь какая-то надо туда напрямик идти до моря сейчас по камням туда выйти ну да это непонятные вещи пахнет сероводородом что это какие-то грязи что это да за грязи лечебные они или просто какие-то такая к это какая-то фу это змеиная кожа что ли вообще теплую вообще шикарно давай раздевайся там дальше вон люди тоже не надеюсь вообще классно не знаю я говорю там какой-то впереди какой-то остров не на вода очень теплая прям вообще теплым ну да классно ну да мелко но прогревается все пошли а ты с папой за ручку идешь здесь вот видно мизи Надеемся. Представляешь, что он не приедет. Таше заход в море очень долго. Ага. Вау, опять пошла. Угу. Хуже. Здесь вот на берегу можно увидеть мидии. Вот они. Сейчас море подойдет. Сюда. Вот они. Ну вот, мы уже достаточно нормально прошли. В принципе, путь не такой тяжелый, да? Ну да, тут ветер, нормально идти. Не жарко. Сейчас мы идем. Докуда? До остановки ближайшие, поселки. Тут недалеко, да? Ну как? Километра три еще осталось. Да, конечно. Если бы не ветер, вообще можно было бы тут погибнуть. Так не, нормально. Морской ветер сглаживает обстановку. Кирилл там где-то сзади идет. Со своим новым другом. Сейчас будет, сейчас он найдет себе какого-нибудь нового кумира, будет другого просить. Там уже все проходили. Да, вода такой цвет красивый. Такой спокойный поселок. Ужас. Устали пока шли. Ну что-то я не знаю, тут вообще ходят. Что-то Лек говорит, ходят тут автобусы. Какой это был четверка, да, нам нужно? Четверка нам нужно. Ну он еще в городе. Он скоро выйдет из города. Кстати, приложение вот Infobus, оно и действует и в октаву, но ты прикольный, кстати. Кирюша проголодался пока шел. Ну, Кирюшка. Мы думали тут магазин какой-то есть, но нет. Там магазина вообще ничего нет. И цветочками украсили заборчик. Вот, вот, это у нас сом вот такой. И такие две кефальки уже разделанные. У меня из посуды по-прежнему один казан, духовки нет, поэтому будем пожарить. Что, расскажи по ценам. По ценам у нас получается сом у нас 1600 килограмм. Вот. Ну, этот вышел у нас на 3600, 3400, да? 3400, по-моему, да, 3400. А кефалька у нас килограмм 800, две штучки вышли на 1300, что ли? Угу. Я хочу просто пожарить, я его сейчас разделаю, замариную там специях с солью, а потом пожарю. Не ела сама? Нет, я ни разу. Я один раз ел сама, но не помню вкуса уже. Помню, что вкусно было, а вот чисто вкуса не помню. Вообще, я вообще первый раз с этой рыбой столкнулась. Я почитала в интернете, вроде можно его приготовить. Ну, жареного просто, потому что мы так хотели рыбу поесть. А у нас из посуды вот только один казан стоит, и вот такая вот сковородочка. Ну, я уже показывала. Минимум. Да. Поэтому попробуем приготовить. Так, вот я все уже разделала. Сейчас хочу вот такими специями его замариновать и солью посолить. И оставить на некоторое время. Так, ну вот такая тарелка у меня получилась рыбой жареной. И хорошо, что я не стала еще делать кефаль сразу. Еще приготовила картошку и салатик. Такой у нас будет обеда-ужин. Надеюсь, вкусно. Ну что, расскажи. Вкусно вообще вообще обалденный. Он такой не кослявый. Похоже на какую-то белую вот рыбу какую-то мы привыкли, да? Да, похож. Но у него... На камбала, может быть? Мясо. Нет, камбала такая больше. Другое, другое мясо. Ну что-то мне напоминает она. Вот он идет. Да, Кирюш? Молодец! мы шли вечером погулять кирилл у нас уже второй день ходит с короной мы вчера ходили бургер king и там лежали бесплатно вот кому эти корону да и вот он второй день уже ходит коронованы